Александр Ткачев был губернатором Краснодарского края 15 лет. Он возглавил Кубань в непростое время. Перед ним стояла задача поднять край с колен. За годы работы губернатором Ткачев увеличил казну в десятки раз. Вывел сельское хозяйство на современный уровень, привел в регион инвесторов. Ткачев заставил поверить руководство страны, что Сочи сможет принять у себя Олимпиаду. За годы руководства о Кубани заговорили во всем мире. Теперь Краснодарский край возглавит Вениамин Кондратьев. Он долгое время работал в команде Александра Ткачева, а летом прошлого года перешел в Кремль на должность заместителя управделами президента. Мне бы очень хотелось, чтобы и администрация президента, и правительство, работая в тесноконтакте с регионами, решили те масштабные задачи, которые перед отраслью стоят, особенно в свете необходимости проблем импортозамещения. Нам нужно свои собственные продукции, продукции собственных наших отечественных товаропроизводителей заполнять в собственный рынок, поэтому нужно делать это. Идет нужно это быстро, с тем, чтобы снизить наклон на продовольственном рынке, цены понятия и так далее. Ну, в общем, мне вам объяснять не нужно, но здесь задач много, и поэтому я хочу вам предложить, как человеку опытному, из ведущего, можно сказать, губернатора одного из ведущих, если не ведущего, сельскохозяйственного региона страны, возглавить Министерство сельского хозяйства. А действующий министр, Николай Васильевич, он перейдет на работу перед министром президента и будет вместе с вами в тандеме, в паре, работать, решая стоящие перед подраслью задачи. Собственно говоря, мы вместе с вами какое-то время назад думали о том, кто мог бы возглавить один из крупнейших регионов нашей страны. Вы сами предложили Венину Ивановичу, который длительное время, в течение 8 лет, был вашим заместителем. И Венин Ивановичу тогда просил бы исполнять обязанности руководителя Краснодарского края вплоть до выборов с сентября и текущего года. Спасибо большое, Иванович. В Краснодарском крае под вашим руководством было сделано немало, особенно за последние годы, безусловно, Олимпиады, как-то яркое пятно, которое изменило край, изменило людей и многие другие мегапроекты, которые мы вместе с вами реализовали на территории края. И спасибо за доверие. Я сделал все, чтобы оправдать его и действительно от вашего руководства Министерства сельскохозяйства, в вопросах импортозамещения, в вопросах увеличения объема производства, снижения цен на продукты питания, прежде всего, оборвать условия для бизнеса, сельхозбизнеса, аграрного бизнеса, предпринимателей. Сделать все, чтобы действительно эта отрасль была на подъеме. И опыт есть, действительно, в Краснодарском крае. Это аграрный регион. Мы производим 12 миллионов тонн зерна. Это практически почти 10% всего вала объема зерна российского. И опыт есть. Я думаю, что вместе с командами сельхоза, вместе с правительством, под вашим руководством мы выполним эту задачу. Владимир Владимирович, вы длительное время работали в крае. И вот совсем недавно пришли на работу в Москву. Сейчас исполняете обязанности заместителя, управляющего делами президента Российской Федерации. Но край для вас – это родное место, то место, где вы долго очень работали, жили. Знаете ситуацию там не понаслышке. И по рекомендации губернатора, по словам губернатора, вы являетесь очень хорошим специалистом. И разбираетесь, знаете людей, разбираетесь в отрасли, которая там является ведущей. Но в то же время являетесь и подготовленным, хорошим юристом. Думаю, что все это вам поможет в работе на новом участке. Спасибо огромное, конечно, за доверие. Абсолютно верно. Как юрист, конечно, у меня первичная задача – это системное и безоплагательное выполнение ваших указов и задач, которые вы поставили в своем состоянии. С точки зрения региона, дальнейшее экономическое его развитие, потенциал очень большой. Улучшение социального обеспечения населения, в качестве финансового и материального благополучия. С этой целью, безусловно, необходимо особое внимание обратить на сельское хозяйство, как номер один в экономике края. И для себя я принципиально важное вижу создание финансово-экономических условий, начиная от фермера и заканчивая крупными агрохолдингами, для выращивания, производства и реализации сельхозпродукций. Второй аспект, и для меня также принципиально важен в экономике края – это курортный, санаторно-курортный бизнес. Я считаю, потенциал как Черноморского побережья достаточно высок в части именно межсезонного отдыха, где есть куда расти, к чему стремиться. Это также и Азовское побережье. Сегодня оно как бы находится в стадии развития, и я думаю, что у него большой потенциал. С точки зрения инвестиционной привлекательности. Безусловно, сегодня в силу географического положения Кубань интересно, как и Краснодарский край для инвестора. И принципиально важно, чтобы инвестор, заходя на площадку, перешел, может быть, от макета к пакету. То есть вот найти баланс между интересами субъекта, то есть Краснодарского края и инвестором, и уже при заключении пленых с ним инвестиционных контрактов, он получал не только желание края, но и весь пакет документов для реализации своего инвестора проекта. И не ходил по кабинетам, как в любом варианте, а, конечно, в этом и мы быстрее налоги получим, и он быстрее разместится и заработает. Хотел бы отметить еще момент, для меня принципиально важный, это казачество. Для себя я вижу принципиальными его поддержку, его поддержку, потому что казачество сегодня – это уже не фольклорная группа. Это достаточно сплоченная, объединенная часть жителей края, которая сохранила свою самобытность, принципы своих предков, веру в Бога, безграничную любовь к своей земле. Хорошо. Я желаю вам удачи. Александр Товальевич, вас хочу поблагодарить за все, что вы сделали для края. Под вашим органастом край действительно развивался успешно. Осуществлены очень многие проекты развития. И, кроме всего прочего, вы внесли достойный, очень существенный, заметный вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр в Сочи. И вам тоже хочу пожелать успехов на новом, более широком фронте работы. Благодарю вас.